После того, как Конгресс США вместе с исполнительной властью и эти две партии завершили вот это шоу спекулятивное по поводу предоставления помощи Украине и Израилю, ну, сейчас говорим о вас, то, естественно, когда это произошло именно так, как этого хотели в Белом доме в первую очередь, ну, и сумели, так сказать, продавить это вместе с республиканцами, уступив какие-то моменты для республиканцев, вот, и они эту ничью, в принципе, это ничья, в моем понимании, я говорил об этом один-один, но они решили на этой ничье теперь наварить на эту кость определенное количество мяса. Естественно, если они сегодня выделили эту помощь, они должны очень сильно работать на этой территории, по максимуму выжать в условиях, так сказать, предстоящих еще шести месяцев предвыборной кампании здесь в Соединенных Штатах Америки. И поэтому я уверен просто, что вы увидите огромное количество визитов на самом высоком уровне, и я не сомневаюсь, что Байден будет встречаться и с Зеленским в том числе, как это будет организовано и где, это уже другой вопрос, и в первую очередь это вопрос безопасности, и вопрос, опять же, пиара, который должен, нужен будет лично Байдену и лично президенту Зеленскому, поэтому их команда будет это тоже обсуждать. Но госсекретарь все-таки это третья должность в исполнительной власти этой же команды Демократической партии, поэтому его визиты сегодня в ту или иную страну, они также в той или иную мере будут влиять, и в плюсовом плане, и в минусовом плане. А учитывая, что Украина сегодня, так сказать, на первом месте, с точки зрения спекулятивности этой тематики, так же, как и израильская тематика, это, естественно, визит в Киев, выделение помощи, и, так сказать, нестандартная остановка на ночь, по протоколу американцы остаются, но это очень редко, особенно если это касается президента страны, да, госсекретари тоже не остаются в основном, но если они остаются, это тем самым они показывают, с одной стороны, и уважение этой стране, то есть вот вы видели, да, я доказал, что он вечером прошел именно для того, чтобы остановиться и показать, потому что вот я в Киеве, я с вами, вы под бомбежками, у вас война, я прихожу и здесь вместе с вами, то есть это моральная поддержка украинского народа, украинского общества, граждан, жителей Киева, точно так же, поэтому это очень здесь политическое, переплес с личным, с человеческим, ну и, конечно, предвыборная кампания, а то, что мы уже увидели, вот, например, в аэропорту Бельбек, говорят, атакам сработают, то есть уже понятное дело, что уже эта помощь, она конкретно уже на поле боя. Что касается той информационной шумихи, которую мы сегодня видим, например, касательно некоторых успехов российской армии на Харьковском, допустим, направлении, то я вот мониторю обычный, да, и я вижу, что все не так, как это обычно преподносится средствами массовой информации, которые на протяжении всей этой войны или напрямую работали на проталкивании российских нарративов, или опосредственно. Это касается даже многих внутри Украины в том числе. В первую очередь это касается русскоязычных и тех, которые связаны как-то с демократической партией, той, которая не хотела поддержки Украины в этой войне, и с определенными другими политическими структурами, институтами, неправительственными организациями, которые также не очень-то хотели бы продолжения этой войны. И газета Washington Post, New York Times, мы уже много раз с вами говорили на эту тему, они очень упорно этим занимаются. А реалии совершенно другие, насколько я могу судить, ну, лучше спрашивать, конечно, у военных экспертов, в первую очередь, или у американских, таких как Бен Ходжерс, или если вам нужен русскоязычный, спрашивайте у моего земляка, Гилерус там задать. Потому что украинские, они будут выдавать желаемое за действительность, потому что это их страна, это их родина. А те, которые ведут политическую деятельность, занимаются оппозиционной деятельностью с нынешней властью, они также будут выдавать желаемое за действительность. Поэтому нужен вам какой-то объективный человек, который не за республиканцем, не за демократом, если это американец, или же какой-то русскоязычный, который, так сказать, не вовлечен во внутриполитические разборки в той же Украине. И поэтому, насколько я могу судить, что идет стабилизация, идет стабилизация, и я все жду и продолжаю ждать тех сюрпризов, которые обещала Виктория Нулок, и которые, так сказать, как будто бы готовятся. И мы еще вернемся с вами, вот вспомните эти мои разговоры, когда вы увидите и ваши успехи, и ваше продвижение. Далеко не случайно многие кадровые назначения, которые сегодня мы видим в России, это происходит, это именно они готовятся, они понимают, они понимают, что сегодня у них вот есть возможность, насколько возможно, да, что можно сделать, чтобы потом они понимают, что на них будет наезжать эта махина очень сильно. И поэтому вбрасывается огромное количество снова этих разговоров, о возможных переговорах, о возможных разговорах, или будет то Китай, или он пойдет. Это все пустое, что говорят в Нью-Йорк-Таймсе, Вашингтон-Поуз, все, что связано с визитом Путина в Китай, про китайские мирные планы и так далее, это все пустое, это не имеет никакого под собой основания, это выдавать желаемое, это действительно идет конкретная война на поле боя, и там идет война просто не по правилам, можно сказать, но здесь война идет как мускулами, да, вот сила ресурсов. И я вижу, что вот именно то, что вам уже выделили эти деньги, да, и то, что Европа в движение пришла, и я не сомневаюсь, что и Харьков будет прикрыт этими патриотами, и эти семь патриотов вы получите, потому что это видно, да, видно, что сейчас движение, оно пришло, и когда говорят про американцев, я не сомневаюсь, что нынешняя администрация, коли эти деньги выделили, да, они не позволят, чтобы до конца этой президентской кампании Украина получала бы минус. Вы только спрашиваете, значит, вы виноваты в том, что вы затягивали это, да, все, раз вы виноваты в этом, значит, чтобы этого не было, значит, делайте все необходимое, а необходимое у них есть, и поэтому я так думаю, и то, что он не остался на ночь, и то, что разговоры были, много же вещей, которые происходят совершенно в другой обстановке, в доверительной обстановке, вдали от камер, и поэтому я не сомневаюсь, что визит государственного секретаря Соединенных Штатов Америки это очень положительный, и это далеко не последний визит, я так думаю, высокопоставленного чиновника администрации Байдена, и включая самого Байдена, я думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями встречи и Байдена, и Зеленский в том числе. Как вам кажется, к чему на самом деле масштабно могут нас готовить американцы? Ну, во-первых, начнем по первой части, когда вы говорите, Блинкен заявил о том, что на вас никто не давит, то есть место Украины, Украина будет сама решать. Я бы тут добавил бы еще то, что когда журналисты со всех сторон его пытали по поводу того, что вы давите на Киев в плане того, чтобы не бомбить территорию России или нет, и он и так, и так, по-всякому, он открытым, как может дипломат, не, ну он сказал, ну просто он сказал на том уровне, на котором и должен говорить дипломат, то есть он именно то же самое сказал касательно переговоров, он здесь то же самое сказал. Украина сама решает, как ей воевать, как вести войну. Наше дело поставлять, наше дело поставлять. Я приехал сюда, чтобы показать, что мою поддержку, что в вашей победе, он слово победы несколько раз произносил. То есть если человек, госсекретарь, говорит о победе Украины, если госсекретарь говорит о том, что Украина, о субъектности Украины, как бы говорится, как в вопросах ведения войны и как в вопросах возможных переговоров когда-то, то есть что вы еще ожидаете от того, и когда кто-то спекулирует, например, на эту тему, это то же самое, да, вот стакан полупустой или стакан полный. Ну как вы смотрите, зависит от того, вы позитив ищете или вы ищете негатив. Я не ищу негатив, потому что я исхожу из принципа кунфуции, не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более, когда ее там нет. А кто-то ищет эту черную кошку, и с утра до вечера они вот два с половиной года, они Нью-Йорк Таймс, Вашингтонпост, мы же регулярно слышим на эту тему, ну и что, где переговоры? Нигде этих никаких переговоров нет. Говорят, не бомбите нефтеперерабатывающие заводы. Вы продолжаете бомбить. Чем больше они говорят, тем больше вы бомбите. Говорят, не бомбите территорию России. А где территория России? Они очертили, они разделили территорию России. Крым тоже, да, по документам российским, это территория России. Белгород тоже, да, территория России. Ну где надо написать, что... Они там написали, Белгород можно, Курск можно, в Москву нельзя, там Новосибирск нельзя, что-нибудь такое было, где-нибудь, каким-нибудь было сказано. Поэтому это просто упорно кто-то выбрасывает конкретный нарратив, потом вокруг этого нарратива идут какие-то спекуляции, потом эти вопросы стараются задавать политикам высокого ранга, и политики и так, и так хотят уйти, но ты же понимаешь, что здесь этого нет. Если не хотели бы, Атакамс вам не поставляли бы. Атакамс прописали в законе этого конгресса, уже законом там прописано. Ну и что, Атакамс будет стрелять только по Крыму, что за глупость? Просто военная необходимость и решение будет принимать, конечно, военно-политическое руководство Киева. В принципе, так оно будет. Просто политической риторики не стоит ожидать от представителей Запада, будь то США, будь то Брюссель, будь то конкретные страны, которые будут вам поставлять те или иные виды оружия, четкого ответа на эту тему. Они никогда на эту тему говорить не будут, потому что у них тактика такая, это не мы воюем, это воюет Украина. Мы помогаем Украине. За территорию Украины это не выходит для нас, главное, чтобы это не достигло бы территории НАТО. Россия со своей стороны говорит, мы не воюем с Украиной, Украина вассал, она не субъект, она объект в этой тематике, мы воюем с тем же НАТО. И поэтому, естественно, они для того, чтобы не подтверждят нарратив России, они говорят, мы тут совершенно ни при чем. И все как раз таки решает Украина. Поэтому вам вообще с любой стороны вам выгодно, и вы можете быть спокойны. Ни один политик этого никогда не скажет. Они будут говорить вот именно, мы не поощряем, конечно, мы не поощряем. И они не поощряют, а вы это делаете, и что дальше? То есть, сказав, мы не поощряем, они лишают Марию Захарову, они лишают еще какого-то официального Дмитрия Пескова поспекулировать на эту тему. А если кто-нибудь, например, что-нибудь такое ляпнет, например, как вот, например, Макрон, войска отправлю, да? То есть вот он просто так ляпнул в воздух, да? Опять же, вы заметите, сколько они на эту тему проспекулировали, да? Насколько, то есть лишний раз это им даешь пищу для их информационной машины, и более того, это используется и для внутренней пропаганды в первую очередь, да? Поэтому я понимаю, как работает здесь на Западе машина, и что стоит ожидать от этих дипломатов, что они могут сказать, что нет. Я точно знаю, что такого запрета касательно любого вида оружия, которое вам поставляется, куда бить и как бить, решает, официальное решение будет принимать официальный Киев. Это сто процентов. И министр иностранных дел Британии Кэмерон, когда общался с Трампом, то есть все же думают, что же он такое сказал, как он смог убедить кандидатов в президенты, что все-таки республиканцы должны проголосовать и поддержать нас. И вот одно из условий было, или аргументации, что смотрите, таким образом на самом деле Украина становится сильнее и с позиции силы все равно идет к переговорам. Выглядит моя формула, вот как я себе ее представляю, что где-то на горизонте в перспективе будет действительно история с остановкой войны. Пока есть эта остановка, эта пауза, не знаю, как бы мы ее ни назвали. Украину делают максимально современной и оснащенной в вопросе военного комплекса. Ну а дальше вы хотите возвращать свои территории? Принимайте решение, идете или нет. Вот у вас техника, вот авиация, вот ракеты, вот все, что вы имеете. Так ли выглядит эта формула будущих побед? Это фантастика, придуманная журналистами и вброшенная в информационную пространство. Поэтому она не имеет под собой никакого основания. Я не верю, что Кэмерон разговаривал с Трампом на эту тему. Именно так, как журналисты стараются преподнести. Я прекрасно знаю, что решение Трампа было принято не под действием Кэмерона, а в первую очередь под воздействием беседы Майком Джонсоном. И по поводу того, что происходит здесь на внутриполитической арене, рейтинги и все то, что в той или иной мере влияет на его популярность. И эти тематики израильская и украинская и тайваньская, как это все влияет. И он когда увидел, что это уже работает на минус, и это было популярно объяснено, посмотрите, как он дал команду всем своим шавкам назад, никакого импичмента Джонсона. Джонсон вчера приехал в Нью-Йорк с другими республиканскими сенаторами, конгрессменами, и говорит, мой друг Дональд Трамп, я пришел, чтобы ее поддержать и так далее. То есть они работают именно вот то, что нужно, и вот ради чего принималось это решение. Кэмерон и вот эта тематика, которую журналисты озвучивают, это просто выдавать желаемые задействия для того, чтобы газета хорошо продавалась, и вот чтобы мы все на эту тему разговаривали. Я не думаю, тем более после тех заявлений, которые мы слышали из уст камеры, настоящих заявлений, которые он сказал публично, и находясь у вас в Киеве в том числе, это как-то не стыкуется. Вы понимаете? Говоришь публично вот то, тем более ты представляешь Великобританию страну, которая с первого дня ведет себя достойно, и она идет на конфронтацию. И с другой стороны, тебя хотят преподнести, как человек, который за спиной Украины, ты ведешь такие разговоры. Поэтому это... А и в какой газете это пропихиваете, да? Посмотрите. Поэтому когда мы... А что до этого в этих газетах пропихивалось? Поэтому когда это понимаешь, это, я считаю, это информационный брус, который не стоит серьезного разговора. Плюс в этом году однозначно на эту тему вообще не стоит разговаривать. Кто бы ни говорил, а будь то Китай, Си Цзиньпинь, или даже папа Си Цзиньпинь придет будет разговаривать на эту тему. Не влияйте, не реагируйте на это. Вот я вам говорю, не реагируйте. В Си Цзиньпине тематика будет. Вот сейчас Путин ездит туда, да? Завтра они должны там как будто встречаться. По протоколу всегда любой глава государства, когда посещает ту или иную страну, он дает интервью первому главному каналу, да? То есть Си Цзиньпинь ездит в Москву, он даст первому каналу российского телевизора. Здесь агентство Синьхоа, он дает каналу Синьхоа. Тут ТАСС. Здесь в Америке, это, например, «Голос Америки» или «Факс Ньюс». Зависит от того, кто здесь у власти, да? То есть и это делается для этого. И это он там делает реверанс, когда ты идешь туда. Ты же в гости едешь. Когда ты в гости едешь, ты должен сделать реверанс. Китайская вот эта мирная программа. Там есть моменты, которые тебя устраивают. Естественно, ты даже не будешь критиковать ее. Ты в гости идешь туда. А то, что на самом деле тебе не нравится, что ты будешь обсуждать уже мне камер. Поэтому это так работает. Я вам сказал, Китай как был на своей теме, он так и останется. Путин идет туда за тем, что ему надо. Китай будет делать то, что Китаю нужно. И на взаимовыгодной основе они будут продолжать делать то, что до красной линии не выходит для того же Китая. И американцы на это будут внимательно смотреть. Байден сегодня подписал, например, определенный документ. Он указ подписал о том, что оставить силе, более того, в четыре раза увеличил те же тарифы, которые антикитайские, которые делал тот же Дональд Трамп. То есть в отношении Китая. Это предвыборный жест. То есть чтобы никто не позволил здесь республиканцам выступить против демократов, просто Байден, вот тому же Трампу выступит против Байдена, что ты в отношении Китая что-то не так делаешь. Он говорит, я твой же указ оставил, и еще даже его четыре раза увеличил эти пошлины. То есть значит я делаю и продолжаю эту тему. То есть вот и говорит так. И это согласованно, я не сомневаюсь, с тем же Китаем. То есть они тоже сказали, а мы тоже предпримем в свои моменты. Но эскалации между США и Китаем до конца этих выборов не будет. Потому что Си Цзиньпиу хочет, чтобы Байден остался у власти. Он не хочет, чтобы Дональд Трамп пришел. Вот понимаете, это надо понимать. Когда ты это понимаешь, через эту призму, ты и будешь вот эти разговоры о переговорах, эти разговоры о вбросах информационных, кто там, кто там. Однозначно до конца этого года вы на эту тему даже не заморачиваетесь. А что будет на следующий год? Сегодня вам даже настраданность из гроба выйдет, это вам не скажут. Потому что все зависит от того, как карта здесь ляжет на президентских оборудах. Здесь никто сегодня сказать не может. Никто скажет. Потому что это на самом деле может поменять кардинальную ситуацию везде. И на вашем треке, и на ближневосточном треке, и на китайском треке в том числе. И подспутно, значит, где-то в других местах тоже это может сработать. Учитывая, что сегодня там такая ситуация, завтра может быть по-другому это сработает. Это же все как принцип домино. Я же вижу, на моем родном Южном Кавказе, я вижу, как по-разному работают демократы, республиканцы. Посмотрите на израильскую тематику, как работают по-разному Натаньяху и Байден в том числе. А если бы было наоборот. И при всем при этом. Неделю назад говорят, оружие не отправляю на Ближний Восток. Сегодня дает указ, отправляет оружие. Потому что он увидел шум. Я же вам говорю, он хочет и на тех играть, и на этих играть. Сначала сыграл так, это мне нравилось палестинцам. Теперь отправляет туда оружие. А что ты им не отправляешь туда? Большие бомбы, большие бомбы там и не нужны. Они собираются то, что сделал Таравахи, без больших бомб. Потому что вы сказали, сделайте это без больших бомб, чтобы меньше жертв было. И в этом плане. Значит, ты нейтрализуешь республиканцев, которые хотели сейчас закон протащить. Как ты наших союзников так поддерживаешь. И теперь, да, я не ответил на тот момент, когда вы говорите, США подписывают документ про безопасность с Украиной. Смотрите на тематику взаимоотношений Израиля с Соединенными Штатами Америки сегодня. И уровень этого документа, который между ними существует, помного выше той бумажки, которую хотят они подписать. И вы видите, как это с политической конъюнктурной точки зрения, как это может реагировать, и как они могут отказаться порой с учетом внутриполитических таких разборов. Поэтому такого типа бумажки, на них тоже не заморачивайтесь очень сильно. Это хорошо, когда это все говорится. Может быть, завтра в какой-то другой ситуации ее можно будет использовать для усиления какого-то более правильного документа, если так взять. А это для меня то же самое, что Будапешский меморандум, от которого точно так же можно будет отмахнуться и не выполнять, и предать его в конечном итоге. То есть сегодня важнее совершенно другие вещи. Сегодня важно знать точно, кто за вас списывается на земле, кто за вас списывается финансово, кто за вас списывается оружием, и в зависимости от этого вот с ними и строить будущую систему безопасности. Потому что в ближайшее время в НАТО вас не примут, в Евросоюз вас не примут, и ни одна из стран, которая подпишет систему безопасности, бойска вам на территорию отправлять не будет. А раз вы это понимаете, сегодня во время войны этого не будет, ну зачем сегодня просто тратить время на вот разговоры на эту тему? Лучше, может быть, потратить энергию, силу, возможности на то, что кардинально будет менять ситуацию на поле боя, потом автоматически будет менять политическую конъюнктуру. Почему я вам объясняю? Вот смотрите, на Южном Кавказе после Второй Карабахской войны политическая ситуация когда стала меняться? Она поменялась после того, как поменялась военная ситуация. И вот эта военная ситуация, маленькие страны какие-то, и они заставили большие страны, и Россию, и Францию, и Брюссель, и Соединенные Штаты Америки перешагнуть и принять этот новый статус-коп, потому что военная ситуация требует. То есть все, что будет влиять на политическую конъюнктуру, будь то на Южном Кавказе, будь то на Российско-Украинском Треке или на Ближнем Востоке, будет определяться на поле боя. Поле боя диктует политическую конъюнктуру. Поэтому больше внимания туда уделяйте, исходя из того, что вам сегодня больше всего нужно. А вам больше всего нужно именно деньги и вооружение. А до конца этого года эта тема будет номер один. Все остальные темы, которые будут специально выбрасываться, рассматривайте с точки зрения вреда для Украины. Потому что все, кто это делает, например, будь то Вашингтон-Пост, будь то на Западе, Нью-Йорк Таймс, Голос Америки, те или иные, так сказать, партии, это как раз... Вот посмотрите на голосование, и посмотрите, как и у демократов были те, которые выступали против Украины, и у республиканцев они были. Вот представьте себе, вот в этих партиях, в этих средствах массовой информации, неправительственных структурах, мозговых центрах, которые в той или иной мере вот так же думают, так же думают, вот как они и влияют в общем фоне. Да вот они это и создают. Просто мы на положительное не реагируем так болезненно, но положительное скажем. Ну как только, какой у него маленький негатив. Это знаете, вот человек пришел, он душился, у него хуго-босс, он красиво пахнет, но у него гнилой зуб один какой-то есть, и вдруг пломба там упала, и у него пошел запах сарта какой-то. И этот хуго-босс исчезает. И мы сегодня говорим о том, что и дегнатисту сделаем, и больше внимания уделяем именно на это. Понимаете, это очень важный момент. Поэтому вот все то, что я вам говорю для меня, это позитивное явление. Вот то, что я вижу, как это все движется, включая то, что говорят там на поле боя идет, да, вот то, что там Волчанск, вот это то, что происходит. Я вижу, что Украина сегодня держит фронт. Это важно, потому что в этой ситуации, которая сегодня есть, и как Россия, какие цели и задачи поставила, все поставила, можно сказать, два банка идет, и она держит Украина, с теми возможности, что у нее есть держит фронт, я могу представить, что будет, когда эта подпитка реально уже начнет работать на поле боя. И я так посмотрю тогда, что будет происходить уже с той стороны. Поэтому я вижу эти нарративы, которые специально убрасывают, потому что они пошли вперед на поле боя, и они сразу дали информационное сопровождение этому, чтобы это информационное сопровождение морально давило бы на украинского общества, на украинского солдата, на всех тех, кто поддерживает сегодня Украину, и как, что-то такое случилось. Я вот на своем личном опыте могу вам сказать, что это совершенно не так. Я это видел в 44 дня войны в Азербайджане. До 43 дня, до 43 дня, все эти нарративы, которые не только армянская пропаганда, западная, американская, французская, говорили о том, что армяне вот-вот-вот-вот заверут еще несколько районов наших. Понимаете? Вот так говорили. И вдруг на 44-й день белый флаг. Вот поэтому надо понимать, как работать на информационной машине и в ней хорошо ориентироваться. Нам, конечно, приятно говорить, что Путин, вассал Китая, шестерка, он поехал на ковер, он поехал получать ярлык и все остальное, но на самом деле, по сути, это плюс-минус партнеры, да, еще пока Россия не перешла под контроль и управление Китая. На фоне этого вы упомянули, что в США происходят свои события. Франция, Нидерланды грозятся своими санкциями против китайских банков, которые будут обслуживать российские заказы. Канцлер Германии Шольц говорит, что он против политики санкций и как-то так обижать Китай. Что все это происходит и можно ли предположить, что на самом деле каждая из сторон просто сейчас борется за симпатию Китая, европейцы по-своему, Путин будет по-своему, ну а американцам, кажется, немножко наплевать. Молодец, умница. Очень правильно вы проанализировали. Это на самом деле так, потому что сегодня роль Китая, она очень важна, потому что Китай вот все время стоялся по стороне, да, вот сидел на дереве, да, я как всегда с первого дня войны говорил, сидел удав на дереве, год смотрел, ничего не делал. Через год он стал спускаться, как в мультфильме Маугли, и тихо-тихо стал бандерлогов глотать. Когда уже наелся, все, он тебе спускал, а теперь вот мой мирный план, вот такой. И он сделал так, его мирный план, что и никто не возникает, заметьте, да, все аплодируют, и Россия поаплодирует, и Украина поаплодирует, потому что там он всем по сережке, да, плюс, а Европа и США, они еще не скажем, мирным же планом он выходит, да, он так вот это видит, поэтому они изначально говорят, да, это хорошо, но было бы неплохо, если вот так-то, так-то, так-то осудил бы, пошло-поехало, да. Это, опять же, обязательная программа для того же Запада, что они делают. Ну, они не идут против Китая. Они моментально, это, ну, ты сказал, мы высказались, ну, и мы, они полетели толпами туда, в Китай, потом американцы полетели, потом он прилетел в Америку, потом он прилетел в Европу, как вы видите, и, естественно, теперь, и на этом фоне точно так же, он полетел и в Россию, и теперь президент России полетел к нему. и выясняется, что все хотят иметь лояльную Китай по отношению к себе, и все торгуют с этим Китаем. США с Евросоюза на полтора триллиона, Россия уже приближается к 250 миллиардов, да, а в начале этой войны было порядка 120-130 миллиардов, насколько я представлю себе, почти более 100 миллиардов они наработали за эти два года. А у Запада это не уменьшилось, у Запада это также не уменьшилось, поэтому все хотят, и Китай, учитывая у Китая после пандемии вот эти кризисные моменты, которые были на рынке не только недвижимости, а по всем многим другим направлениям, и учитывая, что старение происходит, у них проблемы есть с генофондом, в финансовой сфере много проблем, поэтому, естественно, он заинтересован как в инфицировании в инфраструктуру, и кроме этого он заинтересован в том, чтобы и его товары также работали бы, и продавались бы, и на этих всех рынках, в первую очередь вот эти главные рынки, это США, Евросоюз, и российский рынок для него очень важен, российские энергоресурсы заползаны, которые надо покупать, тоже ему очень нужны, и так далее, и тому подобное, поэтому вы правы, да, конечно, идет борьба за этот Китай, просто к этому надо именно так подходить, и понимать о том, что Китай это будет, понимая это, он будет просто разделять и властвовать, он будет Россию пугать Запад, Америку в этом плане, то есть вы очень сильно на меня не наезжайте, а то я начну тихо-тихо и помогать той же России побольше, чем вам хотелось бы, и, а Россия, он точно так же, сколько России надо, он это делает, он если же говорит, вот чего я делать не буду, вот этого я делать не буду, это, ты начал это без меня, ты со мной это не согласовывал, поэтому я не твой партнер в этой войне, я твой партнер вот в этих вопросах, в этих вопросах, в этих вопросах, а в вопросе войны, я не твой партнер, потому что я все вопросы, которые сам решаю по жизни, я решаю совершенно другими методами, я даже показал это в отношении Гонг-Гонга и в отношении того же Тайваня, потому что если я буду твоим партнером по этой войне, я никогда не решу вопрос моего Тайваня, я хочу стоять особняком и посмотреть, чем это закончится, тебе дадут по башке, я сыграю именно на этой карте, ты им дашь по башке, я сыграю на твоей карте, но я буду держать дистанцию равноудаленно, вот именно эта равноудаленность, которая всего есть, она равноудаленная, потому что он торгует и с теми, но он торгует и с другими, более того, он с Западом торгует намного больше, и то, что там мы слышим западный разговор о санкциях, то, что недовольство да все, ну это у России нет этих возможностей, а Запад когда это делает, он что, делает это на том уровне, что это вызывает огромный негатив и идет на конфронтацию с Китаем, я что-то за эти два года ничего такого не вижу, я наоборот вижу огромное желание, просто есть обязательная программа, которая нужна для предвыборной кампании, и здесь США в том числе, поэтому это точно так же согласовывается, и тот же Си Цзиньпинь, у него тоже есть обязательная программа, антиамериканская, например, риторика, во всех средствах массовой информации, антизи западные, так это коммунистическая партия, они с 49-го года, они на этой риторике построили эту страну, у них же другой риторики нет, даже когда Дэн Сяопин, вот это китайское чудо все делал, эта риторика оставалась у них, капиталистический мир, империализм и так далее, и тому подобное, как они могут менять эту риторику, тем более основной массой населения, представители старшего поколения, а что касается новой поколения, или новой риторики, так это все в перспективе будет, когда глобализация примет еще больше оборотов, и когда там будут в этом мире новые правила, а сегодня бардак в мире, в мире нет никаких правил, не глобализация, как глобализация происходит, идет наоборот, сегодня такая страна, как Америка, и такие лидеры, как Дональд Трамп, наоборот говорят, давайте мы закроемся в своей собственной стране, то есть, и один президент говорит о глобализации, другой выступает против этой глобализации, так же и в Европе, это все и это есть, и вот в этой ситуации, конечно, лидеру такой страны, как Китай, с двухмиллиардным населением, он же не может быть закрытым, он наоборот хочет использовать всю эту территорию, и там, где ему выгодно, он будет использовать тему глобализации, а там, где ему невыгодно, он будет именно закрывать свою страну, а он и так закрытая страна, насколько это возможно, у них, видите, коммунистическая партия есть, и в то же время у них многоукладная рыночная экономика, у него, посмотрите, автократия демократии, и они больше всех торгуют автократия с той же демократией, самые большие финансовые, так сказать, потоки у Китая, именно с Соединенных Штатами Америки, с Евросоюзи, и они были вчера, они будут сегодня, и они будут завтра, поэтому смотрите на это трагматично, безболезненно, и я думаю, визит Путина в Китай будет иметь точно такой же результат, как визит Си Цзиньпиня в Москву в свое время, то есть вот на том же уровне, вот прошло с тех пор что-то, что-нибудь сильно изменилось, ничего сильно не изменилось, что-нибудь такое вы увидели, в фактологическом материале, который касается непосредственно поля боя, а чисто в экономическом плане, так что вы хотите, Европа по сегодняшний день торгуется с той же Россией, какие претензии сегодня к Китаю, Франция, Соединенные Штаты только на днях приняли указ, как по поводу того, чтобы уран не принимать, на миллиард долларов каждый год, миллиард, а вы сидите, говорите про Китай, поэтому рассматривайте визит Путина тоже туда, в массе своей политический, идеологический, пропагандистский, а в предметной плоскости за ним внимательно следят американцы, спецслужбы Европы в том числе, я думаю, и Шольц, и Макрон покричат, то есть по обязательной программе сработают, скажут людям, вот все это так, а как было, так и будет, до конца года, во взаимоотношениях Запада, с Китаем я никаких таких резких телодвижений не предвижу.